В прямом эфире телеканал Freedom. К нам присоединяется Эскендер Бариев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Межлиса Крымско-Татарского народа. Эскендер Ага, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Неспокойно этой ночью было в оккупированном Крыму. Так называемая власть и заявляют о сбитии беспилотника в очередном, в принципе, что якобы разрушений, пострадавших, жертв нет. Но вот издание «Крымский ветер» сообщает, что, вероятно, были прилеты в российскую воинскую часть в районе Фиолента. Там размещен дивизион ЗРК С-400, С-300. Из состава 12-го зенитно-ракетного полка всего насчитали 8 взрывов. Предположительно, повреждена одна из радиолокационных станций. И также слышали взрыв на позиции С-400. Может быть, у вас есть больше информации об этом ударе. Ну и в целом, как вы оцениваете такую вот зачистку российских ПВО в оккупированном Крыму? Ну, в первую очередь, я могу подтвердить про те взрывы, о которых как раз пишет «Крымский ветер», о тех 8 взрывах. И действительно, нам дали местные жители такую информацию. Что касается непосредственно вот то, что непосредственно уничтожено, ну, пропадание именно воинской части, пока я не могу однозначно сказать. Но то, что действительно в том районе были взрывы и видно, что были пожары, то это люди подтверждают. Поэтому я думаю, что мы об этом узнаем позже и узнаем больше. Но при всем том, конечно же, российские оккупационные средства массовой информации пытаются давать информацию, что они эффективно работают, что они все сбивают, что они держат под контролем. Это первое. Второе. Что касается вот как раз-таки за последний период, действительно, очень много четких попаданий по системе ПВО Российской Федерации на территории Крыма. Действительно, для России принципиально важно обеспечить системой ПВО именно Крым, потому что они, начиная с 2014 года, начали активно загружать Крым вооружением. И они начали, ну, мы об этом неоднократно говорили, они восстанавливали, скажем, условно, тот же вертолетный завод, они восстанавливали еще с времен Советского Союза те взлетные площадки, которые им необходимы. Они ремонтировали все, практически те военные объекты, которые принадлежали, в свое время строились в советские времена. Потому что в Украине не было заинтересованности, Украина не готовилась к никакой войне. И поэтому вот эти объекты, они, конечно же, пытали, ну, восстанавливали. Кроме того, они создавали новые объекты. И поэтому для обеспечения военных действий на территории уже дальше материковой Украины. И мы стали свидетелями всех этих процессов. Другой вопрос, чтобы обеспечить безопасность всем этим военным объектам, конечно же, необходимо установки, новейшие российские установки ПВО. И поэтому они там, конечно же, в Крыму разместили и систему С-400, и систему С-300. Но при всем том, мы видим и по предварительным данным, ну, по предварительным подсчетам, кстати, об этом даже напечатали американские, естественно, массовой информации, 15 систем ПВО были уничтожены. Как Украина получила ракеты. Я не могу сейчас сказать, что именно 15, потому что мы тоже ведем параллельный подсчет. Но где-то в этих пределах действительно я могу точно подтвердить. И я думаю, что это очень важно. И при этом они, конечно, пытаются завозить новые. И в том числе речь была о том, что в Крыму необходимо установить систему С-500. Но у меня пока подтверждения нет, что они привезли или установили С-500, или вообще существует такая система, пока я не могу сказать. Более того, оккупанты частично восстановили в Крыму склад ядерного оружия Феодосия-13. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Но объект на данный момент используется не как склад хранения ядерных, а обычных боеприпасов и перемещений каких-то ядерных продуктов, боеголовок не наблюдается. Но вот с учетом новых обстоятельств, то есть способности сил обороны ударить в любую точку оккупированного полуострова, могут ли решиться россияне разместить какие-либо ядерные боеголовки, объекты? Или это настолько тонкая материя, что втихаря, по большому счету, этого сделать не удастся? Ну, действительно, мы неоднократно говорили о том, что начиная с 2014 года они в том числе начали восстанавливать объекты, построенные еще в советские времена, для размещения там, где могут размещаться именно ядерные боеголовки. При этом я пока не могу подтвердить, что непосредственно ядерные боеголовки есть на территории Крыма. Пока действительно я не могу. То, что речь идет о Феодосии, тут как раз-таки это в районе Козылташ, то есть Краснокаменки, и в районе Коктебеля, и в том направлении, там действительно в советские времена готовили там даже такие вот катакомбы есть, они в том числе идут вплоть до Старого Крыма. И мы как раз-таки об этом говорили, я, чтобы не соврать, где-то год назад, по-моему, я говорил о том, что они очень активно ведут работы именно вот в этом направлении, для того, чтобы накапливать вооружение для войны против Украины. Но и действительно они это используют. Они в том числе есть, по предварительным данным, что в районе горы Грмыш у подножия, они в том числе проводят там определенные, это тоже идет вот Кировский район, в сторону Белогорского района, там они проводят какие-то работы. И туда они не пускают гражданских лиц. И здесь есть, по предварительным данным, то, что с одной стороны они говорят, что это для хранилища ТБО, а с другой стороны, ну, хранилища ТБО не охраняют так активно. И поэтому есть предпосылки, есть мнение, что они там создают новые склады для того, чтобы с Кировского района перевести туда склады вооружения, потому что по Кировскому району неоднократно были нанесены удары со стороны вооруженных сил Украины. В детском санатории Бригантина-Белогорье под Евпаторией россияне установили 4 модульных укрытия на случай обстрелов. До прихода захватчиков вот этот санаторий обладал такой уникальной спецификой лечения детей в сфере кардиологии, ревматологии. Но вот за годы оккупации был утрачен и потенциал, и оборудование, уехали хорошие специалисты. Скажите, вот в принципе это детское учреждение находится вблизи от линии фронта, да? Укрытие, бронежилеты, каски не совсем вписывается в представление, каким должен быть отдых у детей. То есть получается, что они снова цинично делают такой живой щит из детей? Ну вот здесь я бы сказал, что как раз таки идут информационные расхождения, да? С одной стороны, они отдают информацию жителям Крыма и тем россиянам, которые незаконно приехали в Крым, о том, что они полностью обеспечивают Крым безопасность, находятся в полной безопасности. То есть речь идет о том, что система ПВО якобы там в Крыму российская очень эффективная. С другой стороны, мы видим, как они практически западный берег Крыма, а по сегодняшний день не все даже предприниматели, которые в летний сезон всегда проводили свой бизнес, они не имеют доступа к своим объектам. Поэтому вот здесь мы видим, потому что вот на этих объектах, именно на западном побережье, они устанавливают системы защиты, системы, чтобы не было со стороны воды выброшен, сброшен десант, например, украинский и так далее. И вот здесь, как раз когда мы говорим о модульных таких укрытиях, и мы же видели ситуацию, что произошло в Учкуевке. В Учкуевке, когда они неэффективно пытались сбить украинскую ракету, то в этом случае произошел удар на пляже. И вот здесь они в Учкуевке также начали оперативно устанавливать вот такие там укрытия. При всем том, ну, они таким образом пытаются, ну, скажем, дать информацию людям, которые приезжают отдыхать, о том, что якобы в Крыму безопасно, и в том числе есть вот такие укрытия. Потому что после Учкуевки действительно начала расходиться информация о том, что в Крыму действительно небезопасно. И по сегодняшний день я вам скажу, что я уже не говорю про западный берег Крыма, на южном берегу Крыма. Буквально вот вчера-позавчера нам давали информацию, что в Ялте практически пустые пляжи. В такую жару обычно всегда люди приезжают. И это говорит о том, что, ну, есть опасения у людей приезжать на пляжи, отдыхать на берегу моря. И это все результаты той российской агрессии, которая привела действительно и к тому, что уехали специалисты. А, кстати, мы когда говорим о врачах, поскольку мы говорили о детском санатории, то речь идет о том, что сегодня и для гражданского населения в Крыму не хватает квалифицированных медицинских работников, которые были еще до 2014 года. Потому что, ну, только я знаю, имея медицинское образование, и окончив медицинский университет крымский, я четко знаю, что более 30 профессоров, медиков из Крыма выехали на материковую часть Украины с началом оккупации. И поэтому, может быть, их и больше, это только от тех, кого я знаю. И поэтому, ну, конечно же, откуда будут специалисты, как же будет дальше развиваться, скажем, курортология, как же будет дальше развиваться, скажем, рекреационное хозяйство, детские оздоровительные центры, когда нет специалистов. И это говорит о том, что Крым, они все больше и больше превращают в такой отстойник или в такую серую зону, которую нужно будет восстанавливать очень долго. Продолжим тему безопасности. По мнению первого замглавы Меджлиса, крымско-татарского народа, Анна Римана Джилиала, Крым будет освобождаться разными путями, в том числе и военным, поэтому он призвал жителей полуострова быть готовыми к военной операции Украины. И процитирую, готовьте сумки, запасы, какие-то необходимые вещи, которые помогут вам в случае военной операции, состоится она или нет, будьте к ней готовы, скорее всего она состоится. Это я напомню слова Наримана Джилиала, недавно освобожденного из плена, с чем, кстати, и вас поздравляю. Как вы считаете, ну, по меньшей мере стоит прислушиваться к этим словам, ну и, наверное, как минимум держаться подальше от военных объектов россиян, как считаете? Да, действительно, то, о чем говорит Нариман Джилиал, он является первым заместителем председателя Межлиса, он наш коллега, и несмотря на то, что он находился почти, ну, два года и десять месяцев в тюрьме, то есть в изоляции, при всем том он получал информацию и от нас, и интересовался информацией, что происходит, и в том числе получал информацию, какую политику выстраивает Межлис в этом вопросе. И однозначно мы стараемся в том числе наших соотечественников систематично предупреждать о том, что если вы знаете, что в вашем районе находятся военные объекты, то будьте добры, постарайтесь переехать ближе к родственникам, чтобы сохранить свои жизни. Потому что украинские силы обороны будут атаковать военные объекты, не гражданские, а военные. Далее мы действительно ведем серьезную работу, чтобы в первую очередь крымские татары и жители Крыма не подписывали контракт и не шли в вооруженные силы Российской Федерации. И третье направление, конечно же, мы готовим людей к тому, что для того, чтобы был Крым освобожден, он может быть освобожден несколькими путями, в том числе и военным. И как раз таки мы заинтересованы в том, чтобы Крым, конечно же, был освобожден с меньшими, с какими-то военными действиями, но это все зависит от качества оружия, количество оружия у Украины и когда будут полностью уничтожены основные военные объекты Российской Федерации на территории Крыма, когда будет уничтожена вся логистика российская для обеспечения Крыма вооружением российским, то тогда, конечно же, Крым будет легко освобожден и здесь будут меньшие потери. И особенно нас волнует гражданское население. Поэтому, я думаю, таким образом, вот такие посылы, они очень важны, чтобы люди в Крыму были готовы и чтобы люди в Крыму максимально пытались помогать ну и украинской разведке и вооруженным силам Украины в дооккупации и освобождении Крыма. Еще одну важную новость хотели с вами обсудить. Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году. И, кроме того, в тексте вот этой резолюции отмечается, что уже в 2014 году уже Российская Федерация оккупировала полуостров и начала систематические преследования крымских татар. Скажите, насколько сейчас важны вот такие решения на международном уровне? И повлияют ли они на дальнейшие судебные решения для привлечения к ответственности за совершение преступлений россиян уже в 21 веке? Ну, в первую очередь, когда мы начинали эту кампанию, когда мы начали работать с депутатами разных парламентов, с дипломатами разных стран, то мы взяли за основу основной такой слоган – «Не осудили вчера, повторяется сегодня». И мы как раз-таки разработали, наши юристы разработали квалификацию юридическую, что депортация 1944 года – это незавершенный длящийся процесс, то есть преступления против человечности, и который продолжился с 2014 года с оккупацией Крыма. Для чего это необходимо? Ну, в первую очередь, как я сказал уже по слогану, когда международное сообщество и простые люди в тех или иных странах будут понимать, что если те преступники, которые в свое время совершали преступление, не будут осуждены, или не будут осуждены, пусть даже не судами, а общественностью, то их потомки будут продолжать действия своих отцов, своих дедов. И мы сегодня видим то, что происходит сегодня в Украине. По сути дела, все, что происходило с депортацией, то все вот эти геноцидальные элементы, это имеется в виду и, скажем, стирание как народа, стирание идентичности, стирание религиозной идентичности, стирание языка, когда не позволяли вернуться на родину, когда вот все эти условия в связи с депортацией привели к гибели порядка 46% народа, то сегодня те же геноцидальные элементы мы видим в Украине, когда оккупанты вывозят детей, вывозят украинских граждан, практически пытаются стереть все украинское, пытаются уничтожать украинцев. То есть мы видим, что здесь вот не хватает на международном уровне, ну, все знают про Холокост, да, действительно, это были страшные события и так далее. Но и Холокост, и голодомор, и депортация, когда тотальная депортация, когда целостный народ выдергивают из родной земли и потом не дают ему развиваться, это все как раз-таки преступления против человечности. И сегодня, когда парламенты начинают признавать, и действительно первым парламентом, зарубежным парламентом, это был Латвийский парламент в 2019 году, дальше Литовский в 2019 году, чуть позже, через месяц, далее Канадский парламент, сегодня у нас уже Польша. И вот чем будет больше расширяться, потому что действительно в той резолюции, если мы возьмем и резолюцию Латвийского парламента, Литовского, Канадского и Польского, то там обязательно мы даем посылы о том, что признавая депортацию геноцидом, сегодня мы или законодательный орган, или представительный орган той или иной страны дает посыл, что то, что происходит сегодня, это продолжение того геноцида. И это очень важно. Это важно для того, чтобы общество тех стран поддерживали своих политиков в поддержке Украины сегодня, то есть в борьбе против преступления, против человечности, которое происходит сегодня на территории Украины. Для того, чтобы граждане этих стран, они поддерживали финансирование Украины и для поддержки экономики, так и для поддержки вооруженных сил против злодея, потому что этот злодей не остановится, потому что эти преступления как раз таки являются примером того, что эта страна, она не остановится до тех пор, пока действительно их не осудят и не посадят на скамью подсудимых. Действительно, сегодня, может быть, тяжело найти будет людей, которые имели прямое отношение к депортации 1944 года, но поверьте, несложно будет найти тех людей, которые совершали вторичную депортацию в 70-х, 60-х годах крымских татар, те, которые проводили политику, скажем, уничтожение крымско-татарского народа на протяжении вот тех лет. Ну и то, что сегодня мы действительно фиксируем и документируем, мы собираем информацию и мы показываем, что вот эти геноцидальные элементы, они сохраняются, и Российская Федерация действительно является страной, которая нарушает права человека и которая продолжает преступление, является преступником и продолжает преступление против человечности. Ну вот как раз продолжение этой темы. Есть ли статистика, сколько украинцев, сколько крымских татар с начала оккупации, с 2014 года, сейчас находится в застенках, в тюрьмах, как в Крыму, так и на территории России? Да, вот что касается вот нашей организации, Крымско-татарский ресурсный центр, мы занимаемся больше людьми, политическими заключениями крымскими. То есть по нашей классификации, кто у нас на счету идет, это те люди, которые были арестованы в Крыму или те, которые жили в Крыму, могли быть арестованы на территории Российской Федерации в том числе, или те, кто, скажем, оказался в Крыму и был арестован. И когда есть решение крымских оккупационных судов. И вот за время оккупации 334 человека, которые преследовались по уголовным делам, и кто-то из них уже прошел тюрьму, потому что уже есть люди, которые отсидели от звонка до звонка, есть те, которые были освобождены, такие, как Нариман Джелял, такие, как Олег Сенцов, как ХТМЧГОС, и те люди, которые находятся за пределами оккупированной территории, но в отношении них открыты уголовные производства, такие, как Мустафа Джамилев, я, Рифат Чубаров, например. И из них 217 – это представители крымско-катарского народа. Сегодня, на данный момент, в местах несвободы находятся 205 человек, политузников, из них 132 – это представители крымско-катарского народа. Но здесь мы должны еще понимать, что вот мы говорим о политических узниках, то есть политических заключенных, которые прошли определенную процедуру, когда есть решение оккупационных судов. С другой стороны, есть еще гражданские заключенные, гражданские заручники, вот одна из категорий. Это те люди, которые находятся, как на территории новых оккупированных территорий, это Херсонской и Запорожской областей, а под нашим подсчетом в Херсонской и Запорожской областях, только они создали порядка 15 таких вот неформальных тюрем, где могут, допустим, если мы возьмем подвал 17-го училища, там одновременно они могли содержать или могут содержать до 300 человек. И там в том числе проводятся и пытки, и издеваются над людьми, и содержат там людей. И поэтому вот здесь речь идет уже о тысячах людей. И вот таких людей в том числе и вывозят не только через Крым, но и через милициональные федерации, о которых мы узнаем позже уже, через то, когда там определенные суды российские, уже на территории Российской Федерации, могут принять те или иные решения. Ну и когда есть третья категория, это военнопленные. И здесь вот некоторых военнопленных, они пытаются провести через суды, таких вот как, ну, если мы скажем про Азов, который был признан террористической организацией Верховным Судом Российской Федерации, или таких как батальон Нумана Черебиджихана, когда 1 июня 2022 года они признали террористической организацией, и вот все практически люди, кого они задерживают на территории Херсонской и Запорожской области, они потом вывозят в Крым, и в Крыму суды выносят решение о мере пресечения или уже выносят приговоры. Их подалее вывозят уже на территорию России обывать свои сроки в колониях. Поэтому вот здесь уже, когда мы говорим про гражданских, про военнопленных, то здесь мы, конечно, ну, говорим уже о тысячах людей, а не просто о сотнях. Поэтому здесь очень важно это все отслеживать, и поэтому мы специально это все классифицировали, для того, чтобы дальше выстраивать политику, скажем, как можно помочь тем же политузникам. И я действительно совсем недавно в Женеве встречался с уполномоченной по России, по нарушению прав человека в России, она уполномоченная, спецдокладчик, я извиняюсь, специальный докладчик ООН, и мы действительно обговаривали, она честно сказала, я не могу работать на оккупированных территориях, потому что мне мой мейнадат не позволяет, и я это разделяю. Но уже достаточно много людей, то есть, почему мы говорим о местах несвободы, и делим по нашей классификации те, кто в СИЗО, и те, кто в колониях. То есть, те, кто в колониях, это те, кто уже получили приговоры, и они практически все уже находятся на территории Российской Федерации. Те, кто в СИЗО, часть из них находится в Симферополе, а часть из них может находиться и либо в Ростове, на Дону, либо в Новочеркасском СИЗО. И поэтому вот здесь для нас очень важно это все отслеживать и давать более четкую информацию, и для того, чтобы коммуницировать и влиять на эти процессы по возможности, в том числе через различные международные механизмы и механизмы ООН. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру в видеоформате и продолжили уже в таком аудиоформате. Эскендер Бориев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа, был на связи со студией «Фридом». Продолжение следует...